Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем вот этот маленький состав. Несмотря на то, что он маленький, он очень интересный, здесь есть о чем поговорить. И вопрос, который идет к составу, он тоже требует освещения. Итак, у нас с вами это мицеллярная вода. И основной вопрос, безопасна ли она, для какого типа кожи подойдет. Давайте сначала разберем сам состав. Смотрите, состав у мицеллярок обычно простые, проще автомата Калашникова, как валенки примерно. От этого их эффективность не меняется. На самом деле мицеллярная вода это просто раствор каких-нибудь мягких павов в воде. Причем павы подбираются такие, которые, во-первых, хорошо растворяются в воде, во-вторых, не дают загущения, не дают изменения цвета, то есть чтобы водичка оставалась водичкой по внешнему виду. И сразу же после воды у нас с вами идет два многоатомных спирта. У них сразу же несколько функций. Во-первых, они идут как со-растворители, со-очистители к павам. Во-вторых, как любые многоатомные спирты, они у нас являются дешевыми, но достаточно эффективными в краткосрочном плане, то есть вот здесь и сейчас увлажнителями. То есть они дают мгновенное ощущение увлажнения. Затем идет, смотрите, первый пав. То есть в принципе, точно так же, как в шампунях, в любых очищающих средствах, мы с вами первое, что в плане безопасности анализируем, это композицию павов. От нее зависит гораздо больше, чем от консервантов, каких-то других вспомогательных веществ. Вот первый пав здесь, дисодиум, кокаамфа, диацетат. Это у нас очень мягкий пав, амфотерный. То есть он будет проявлять свойства или анионных, или катионов, в зависимости от павшей среды. Сам по себе действительно очень мягкий, хороший, натурального происхождения, сертифицирован космосом, то есть его бояться абсолютно не надо. Здесь мы ставим три плюсика. Второй пав здесь, полоксомер 184. Смотрите, полоксомер, это у нас уже полиоксиэтилен. Он там полиоксиэтилен, полиоксипропилен, гликоль. То есть это у нас классический микропластик. И, естественно, он синтетический, естественно, он не разрешен никакими системами этой сертификации. Но какие у него есть плюсы? Плюсы у него те, что, с одной стороны, он достаточно эффективный растворитель эмульгатор и пав, соответственно, при этом он сверхмягкий. То есть он как раз из тех, которые, например, не раздражают слизистую глаз совершенно, которые оставляют очень приятные ощущения на коже. Даже при гиперсухой, гиперчувствительной коже все равно мицеллярки на полоксомерах будут давать ощущение прямо вот такой мягчайшей, нежнейшей коже потом. И, соответственно, без полоксомеров практически вот ни одна не обходится мицеллярка масс-маркетовская, потому что достаточно недорогой ингредиент, при этом он дает именно очень комфортные тактильные характеристики. В принципе, он среднюю токсичность имеет, как другие полиоксиэтилены, и в этом плане он не лучший. То есть он, например, очень сильно уступает пегам. Если те же пеги, у них безопасность высочайшая, у них там ЛД-50 в районе 18 тысяч миллиграмм на килограмм, то полоксомеры в этом плане в разы хуже. И, конечно, в плане безопасности для экологии здесь тоже минусов гораздо больше, чем плюсов, потому что, в принципе, у нас производные этилена полимерные очень-очень плохо разлагаются. То есть в отличие от тех же полиакрилатов, которые даже не в растворенном виде, которые в виде пленок за 6 месяцев в среднем полностью перерабатываются почвенными анаэробными бактериями, выделено сейчас несколько штаммов, которые очень эффективно их перерабатывают. Они для них, точнее, полиакрилаты для этих бактерий источником углерода являются хорошим. То вот с полиэтиленами у нас ситуация очень плохая, у них как раз с мерозлагаемостью все плохо. Поэтому, вот если мы говорим о безопасности для кожи и мягкости, подбор ПАУФ великолепный. Если мы говорим о экологической безопасности, то, конечно, вместо полоксомера здесь было бы хорошо использовать тот же децилглюкозид. Но децилглюкозид, несмотря на абсолютную свою натуральность, очень хорошую мягкость и очень высокую безопасность, как ПАУФА, он не даст, во-первых, такого эффективного очищения, во-вторых, он не даст вот такого комфортного ощущения на коже, и он будет немножечко раздражать слизистую глаз, так же, как и КУКАМФААЦИТАТ. КУКАМФАЦИТАТ, КУКАМФАДИАЦИТАТ, это, считайте, полный синоним. И в результате, в общем, картина такая, если речь идет о сверхчувствительной коже, возможно, имеет смысл пожертвовать экологическими принципами и использовать подобную мицеллярку, она будет просто давать очень большой комфорт. Но если мы говорим об объективной безопасности в плане низкой цитотоксичности и об экологической безопасности, то лучше, конечно, что-то другое посмотреть, где вместо полоксомера будет тот же децилглюкозид. Дисодиума ДТА, Трилон-Б, технологический компонент, просто стабилизатор рецептуры, эхилатор, смягчитель воды в той же самой, например, рецептуре. Не надо его бояться в используемых концентрациях. Вот его демонизировали во многих анализаторах составов, у него там всякие плохие оценки стоят, и всякие какие-то необоснованные страшилки написаны, абсолютно не имеет отношения к действительности, бояться дисодиума ДТА ни в коем случае не нужно. Вот полиаминопропилбегуанит, вот это очень интересный компонент. Он здесь использован как консервант, в косметике он разрешен до 0,3%. Фактически вот у нас к гуанидинам относятся, например, всем известный хлоргексидин, который в аптеках продается. Но хлоргексидин, он не полимерный компонент, и он гораздо худшими, например, антибактериальными противовирусными свойствами обладает. Что интересно у полиаминопропилбегуанида. Вот конкретно вот этот вот компонент является прекрасным вирулицидом, причем вот это практически действующие дозировки. То есть медицинские вирулициды, где полиаминопропилбегуанида где-то от 0,3 до 0,5%, это требование, кстати, именно Минздрава к вирулицидным компонентам относится, ко второму классу вирулицидов, то есть они способны уничтожать вирусы всех известных на сегодня классов и рангов. То есть нет таких вирусов, которые бы не уничтожались вот такими полигуанидинами. И в этом плане вы эту бицеллярку, между прочим, можете использовать как сверхмягкий противовирусный антисептик. Кроме шуток. Действительно не шутка, это действительно так. Почему медицина не очень любит бегуаниды? Потому что они очень узконаправленные. Например, вот такие антисептики, они не будут действовать на микобактерию туберкулеза, они очень плохо действуют на спорообразующие бактерии, практически не действуют на плесень и дрожжи, а медицине нужно, чтобы убивало просто вот все сразу и наповал. Но конкретно в плане вирусов, вот эта вот конкретно мицеллярка будет работать просто вот убойно. Поэтому, если что, используйте в этом направлении. Теперь вопрос, насколько безопасны в мицеллярках, как отримониум, метасульфат и дипропиленгликоль? Абсолютно разные два компонента. Смотрите, дипропиленгликоль, он же пропиленгликоль, это просто синонима. Пропиленгликоль это вообще пищевое вещество, да, но не настолько физиологично, как глицерин, но глицерин с вами едим каждый день, потому что любое масло, любой животный жир, любое растительное масло, оно содержит глицерин, и оно разваливается в нашем желудочно-кишечном тракте на глицерин и жирные кислоты. Поэтому боязнь глицерина это вообще, конечно, полный бред. Пропиленгликоль, у него тоже очень-очень низкая токсичность, как и у глицерина, она вот сейчас не перепутан бы мне, то ли 16 тысяч, то ли 18 тысяч миллиграмм на килограмм. Например, пропиленгликоль является основным компонентом, например, съедобных эротических массажных масел. Глицерина туда много не положить, они будут неприятные тактильно, будут липкими. А вот пропиленгликоль как раз в этом плане великолепен, он дает ощущение, как будто там масло, то есть субъективное ощущение маслянистости, масел там нет вообще. Но при этом он совершенно безопасен, например, при слизывании. Поэтому пропиленгликоль или дикропиленгликоль вообще не бойтесь. Его абсолютно безопасный компонент является неплохим увлажнителем. И плюс еще будет помогать в очищающих средствах работать как сорастворитель, соочиститель. А вот как отримониум метасульфат, это у нас с вами катионный пав. То есть это уже принципиально другой компонент. Если бы речь шла о любых средствах для длины волос, то есть бальзамы, маски, кондиционеры, я бы сказала, ребята, это один вообще из лучших существующих катионных павов. Он действительно, у него высокая безопасность по сравнению с другими катионными павами, более низкий потенциал раздражения. И в плане действия на волосы он вообще, вот один, вообще метасульфаты работают великолепно. Они одни из лучших на сегодняшний день существующих катионных пав. Но в мицеллярках это, мягко говоря, не самый желательный компонент. Почему? Точно так же, как любые катионные павы, в мицеллярках, в тониках, в чем-то, что будет оставаться на коже потом, они будут давать субъективное ощущение мягкости и шелковистости кожи. Но это просто потому, это очень обманчивое ощущение, то есть обманчивое ощущение смягчения и увлажнения. Но при этом, что происходит? Дело в том, что катионные павы за счет своего положительного заряда, избыточного, хорошо фиксируются просто на электростатике, как раз на чешуйках рогового слоя, потому что все эти чешуйки немножко повреждены, у нас, соответственно, внешняя поверхность рогового слоя имеет избыточный отрицательный заряд. У белков есть такое интересное свойство, они на поверхности, особенно когда белки механически повреждены, имеют избыточный отрицательный заряд. В результате у нас вот этот пав будет, учитывая, особенно если вы не будете смывать такую мицеллярку, очень плотно удерживаться на коже лица, давать субъективное ощущение мягкости и увлажненности, но никакого отношения к реальности это субъективное ощущение не имеет. И в этом плане это, конечно, лучше, чем катионные пленкообразователи, например, поликватерниумы, я периодически их вижу в средствах для кожи, но это все равно далеко не лучший вариант. Вот как утреоним метасульфата, я бы однозначно избегала. Дипропиленбриколи не бойтесь совершенно. На сегодня пока все, всем отличного дня!